Принимая во внимание то, что нам известно о преступнике и о его способе действия, о чем я еще расскажу, а также показания свидетелей, которые слышали, как он кричал Аллах Акбар, мы привлекли к его поискам антитеррористическую полицию. Шериф С. родился 24 февраля 1989 года в Страсбурге. Он хорошо известен полицией и прокуратуре и не раз был судим за мелкие преступления, в первую очередь за грабежи и драки. У него 27 судимостей, в основном во Франции, но также Германии и Швейцарии. Он несколько раз сидел в тюрьме, и именно в тюрьме он был радикализован. Еще сегодня утром стало известно, что к поискам присоединилась и немецкая полиция, а франко-немецкая граница была закрыта. В Страсбурге было арестовано 5 человек, среди них 2 брата предполагаемого террориста. Полиция подозревает, что они могли быть причастны к подготовке теракта. Рождественский рынок Страсбурга – один из самых больших и популярных в Европе. Это своего рода символ зимних праздников и для немцев, и для французов, и для тысяч туристов, которые приезжают туда каждый год. Да и сам Страсбург – город, где находятся европейские парламенты и суд по правам человека. Это один из символов новой объединенной Европы. Несколько европейских парламентов сегодня начали свои заседания со слов поддержки жителям Страсбурга и с минут молчания в память о жертвах теракта. Да и сами французы, конечно, тоже очень подавлены. Я думаю, что Страсбург – символическое место для Европы, а рождественский рынок – символ Страсбурга и нашей культуры. Они уничтожили наше Рождество. Мы знаем, что мы никогда не будем в безопасности, несмотря на все защитные меры и поисковые операции. Невозможно противостоять действиям безумца. Это просто кошмар. Мы надеялись, что эти теракты закончились. Это ужасно. Просто ужасно. Мы живем в очень непростом мире. Это уже не первый раз, когда террористы нападают на людей на рождественских рынках или рядом с ними. Ровно два года назад очень похожий случай произошел здесь, в Берлине. После чего вокруг многих рождественских рынков появились специальные металлические заграждения. Но, как показал случай в Страсбурге, гарантированной защиты не существует. Да, конечно, это ужасное нападение на наших граждан. И я просто потрясен. Но это также показывает, что мы не защищены от таких атак полностью. Мы делаем все возможное здесь, в Германии тоже, чтобы предотвратить подобные происшествия. Но абсолютную безопасность мы, к огромному сожалению, не можем обеспечить. Мы не можем всегда держать людей в страхе. Это невозможно в правовом государстве. Это очень горько, особенно то, что он уже был известен полицией. Но стопроцентной гарантии, к сожалению, не существует. Я потрясен этим происшествием и мои мысли сейчас с жертвами и ранеными, которым я желаю скорейшего выздоровления. Но мы должны жить с тем, что люди иногда могут вести себя жестоко, иррационально, и преступно. Мы должны стараться им помешать, но гарантированно остановить их мы не можем.